Радио 54 Примерно в датах, где отслеживать эту информацию и, возможно, еще попасть успеть Ну, у нас есть предварительная договоренность с музеем Солнца Музей Солнца обратились ко мне и пригласили расположить экспозицию на своих новых площадях Сейчас выделили, к счастью, новые площади, там на площади Калинина тоже И когда ремонт завершится, я думаю, что мы там разместим экспозицию Надеюсь, немного на дольше А как вообще этот проект у вас родился в голове? Что было такой отправной точкой? Как он созрел? Как он рос? Как долго вы к нему шли, вполне возможно, мысленно? Ну, шел я, наверное, к этому... Ой, с детства, наверное, шел, потому что я с детства любил куда-нибудь уйти там, пошататься где-то Подальше от людей Да, подальше от людей У меня было такое, что я вот еще в юношестве маленько жил в городе Тымда Ну, не то что жил, а приезжал на лето, на... ну, на все А учиться уезжал опять в Новосибирск на зиму Вот там я брал рюкзачок, уходил туда в тайгу, то есть на день, на два Вот один, кстати, один уйдешь там Вполне хорошо, пишешь пейзажики Поэтому еще оттуда взялось Поначалу, да, поначалу ночью как-то вот неприятно, страшно, когда-то привыкаешь Ну, да, это поначалу Эдуард, а если мы говорим о наскальной живописи, то чем вообще отличаются эти рисунки друг от друга принципиально? Возможно, есть, допустим, ну, разные эпохи, разные смысловые значения закладываются? Ну, конечно, ну, скажем так, они отличаются, скорее всего, ну, больше своей стилистикой Дело в том, что все искусство древних людей, оно очень синкретично Оно отличается своей неделимостью вот этих смыслов То есть смысл мифический и смысл повседневный Он тесно переплетен И это независимо, эпоха там палеолита или неолита, или уже там энеолиты Хуны, без разницы где Без разницы в каких даже произведениях Вот наскальная живопись, или наскальные там, вот петроглифыбивка, или там какая-то мелкая пластика Они все объединены одним Все петроглифы посвящены в первую очередь духам, божествам древним Люди же не просто так их создавали, они создавали образы, ну, своих почитаемых, так сказать, божеств И создавали образ того мира, как они его представляли То есть петроглифов вообще это Это дописьменная эпоха И по ним мы можем Расшифровать, что думали наши предки О чем они думали Как это развивалось Миропредставление древних Это очень важный источник Изучать его надо, конечно, в комплексе Со всеми находками, с этнографией Тогда мы можем понять, что и откуда Откуда мы, как все сделалось, как развивалось А как вообще технология оттиска выглядит пошагово? Первый шаг, второй, третий Как для людей, которые с этим, вполне возможно, никогда не сталкивались, не слышали С чего начинается сам перенос И как вообще заканчивается этот процесс? Первый шаг начинается здесь, в городе С подготовки, во-первых, материала То есть ткань, естественно, надо подготовить, проклеить ее Ну, художники понимают, о чем это Первый шаг, в том числе, изучение монографии, статей По археологии, что где там без этого невозможно И выехал, приехал, пошел пешком, ходишь, ищешь Ищешь, что значит ищешь? То есть ждешь, когда в душе отзовется конкретно это изображение Или же ты точно знаешь, куда идешь? Ну, более-менее точно Дело в том, что указания точных-то нет Есть там вот долина, вот долина, там километров пять Где-то там, да Да, длиной И тут передо мной гора Высокая гора По этому склону где-то что-то есть Вот пока весь этот склон не избегаешь вверх-вниз зигзагами Так это все и находится Вот нашли и дальше Дальше я беру подготовленный материал Его снова размачиваю, наношу И начинаю кропотливо, послойно, тонкими слоями В основном пальцами или там небольшими там пыльчиками Где-то, ну, пальцами прорабатывать Вот это делается пальцами, это важно очень А дело в том, что через ткань рельеф-то не виден Часто он даже не через ткань, а так не виден И глазами не видно, а вот на ощупь я это чувствую И практически все работы начинают создаваться на ощупь Я никогда не, практически никогда заранее я не представляю, что будет То есть я все в процессе прямо получаю Начинается, и это полная импровизация Вот, и как Вот в поток попал, ну, все, работа получилась Не попал, не получилось А бывает такое, что не попал Конечно, конечно И что вы делаете в этот момент? Вы бросаете на полпути или потом все-таки возвращаетесь, доделываете? Нет, ну, здесь доделать уже невозможно Ее все равно доделываешь, потом уже оцениваешь Вот, получилось, не получилось То есть тут надо так подходить Я... Критика должна быть на какую-то, на свежую голову То есть, и лучше даже показать кому-нибудь Да-да-да Мне бывает не нравится, а люди говорят, вот здорово А в следующем сколько времени уходит вот на сам этот процесс переноса? На процесс переноса, да, по-разному бывает В зависимости от сюжета, да От сюжета, от формата, от сложности изображений Ну, стараешься закончить с утра до вечера Ну, если не получается, накрываешь тентом Закручиваешь, завязываешь, ходишь, снова приходишь Ну, крупная работа, два-три дня уходит Вот, но здесь еще надо учесть, что Прежде чем начать работать Действительно, находишь работу, потом надо камень аккуратно-аккуратно чистить А вот, важно Потому что камни покрыты все лишайниками серыми Это очень такая мерзкая штуковина, которую очень трудно отделить от камня аккуратно Не повредив камень И можно пользоваться только либо деревянными инструментами Ну, такими, я пользуюсь из плавника с заточенными щепочками Вот, он мягкий такой, как стирательная резинка Вот он потихонечку чирк-чирк-чирк Ширк-ширк-ширк Да, убираешь и капронами маленькими щеточками Все, вот пока это все уберешь Зачистишь камень Бывает, что день-два занимает А где потом хранится это все? Как правильно это хранится? В смысле, хранится работа? Да, сама работа Это же, возможно, и температурный режим, и влажность Сама работа хранится в экспедиции или здесь? Ну, вообще, когда уже привозите А, ну, здесь-то они... То есть можно просто в обычной комнате это все хранить? Конечно, конечно Лишь бы не было перепадов температур, не было влажности Понятно Никаких особых нет проблем Какие-то, возможно, сюрпризы, подарки от вас в 2020 году Что-то задумали? Может быть, расскажете? Ну, задумал Задумал новые экспедиции Надеюсь, там будет... Куда собираетесь? Есть планы Планов много Есть планы попасть на Ирбесту На поперечную Красноярку Такие довольно удаленные, труднодоступные места Там посмотрим, как получится Ну, планов очень много Радио 54 Первое областное радио Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова